Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Анна Ковальчук. Я мама двоих детей. Я обожаю читать сказки. Я работаю, конечно, и в театре, и в кино. Ну, я очень рада всех вас видеть такими веселыми, такими любознательными здесь, в сказкином доме, где мы продолжаем с вами знакомиться с тайными сказок для того, чтобы стать мудрее, сильнее, взрослее. Слова, слетая со страниц, рассказывают людям, как стаи радужных жартиц о небывалом чуде. Их манит солнечный полет. В мир ярких снов и краса Страну волшебную зовет Навстречу тайне сказок Навстречу тайне сказок Так, хорошо, мои дорогие, давайте мы представимся. Со мной пришел на передачу наш талисман Мишка Боря. Всем привет. Привет, давайте знакомимся. Давай начинайте с тебя. Давай пять. Степа пять. Сережа. Пять. Милана. Милана. Ева. Ева. Соня. Соня. Силуша. Силуса. Маша. Маша. Федор. Федор. Нора. Нора, привет. Всем привет. Привет. Ну, хорошо. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересной теме у нас, страх. Мы не раз о ней говорили, о теме страха. Ну, продолжим. Я вот хочу, например, с вами пооткровенничать. Конечно, у вас наверняка тоже такое было, когда ты ложишься спать в детстве, ты выключаешь свет, и вдруг даже твое одеяло принимает форму какого-то страшного зверя. Когда я ложусь спать, у меня бугорки вот такие на кровати есть. И как будто бы из бугорков кто-то вылезает и сейчас спать-то унесет. У меня вот дерево перед кроватью, он перед окном. И я все время думаю, что там чья-то лапа. Я заснула, поздно ночью просыпаюсь, а у меня ощущение, что вот около меня креветка лежит. Почему креветка? Откуда это? У меня один раз было, когда мы все уснули, мама пошла на балкон, она вошла, и там такая кукла Барби вот такая вот была. И мама подумала, что за ней какой-то монстр вот так вот. Ну, давайте еще по одной истории, да? Еще когда я спала и ночью проснулась, я увидела то, что рядом со мной лежала клубника. Она не страшная была, я надеюсь. Да, страшная. А один раз вот в один день укусила мою подругу оса, и вот я уснуть не могла. Боялась, что еще залетят оса, и меня покусают. А я один раз спала тоже, просыпаюсь, и так будто я думаю, что это... Это была моя рука. Видите, мы смеемся. Я, пожалуйста, в следующий раз, когда у вас какой-то страх вдруг вас преследует, вспомните, как мы смеялись, просто посмейтесь этому страху в лицо. Договорились? Сейчас мы прочитаем «Страшный зверь» Владимира Сутеева, и вы все про себя поймете. Петя и Маша отправились в лес за грибами. Вдруг внизу большого дуба, в дупле, они увидели чьи-то горящие глаза. Дети решили, что там притаился страшный зверь. Петя и Маша очень испугались и побежали прочь от старого дуба. Навстречу детям шел дед Егор. У деда было охотничье ружье. Дед Егор никого не боялся. Вместе с детьми он подошел к дуплу. Дед Егор выставил вперед ружье и грозным голосом закричал «А ну, страшный зверь, выходи!» И тут из дупла вылез маленький котенок. Петя и Маша рассмеялись, а дед Егор сказал «Ну, страшный зверь!» Да, мы с вами говорили, что у страха глаза велики, и не стоит бояться. Лучше в следующий раз засмейтесь страху прямо в лицо. Согласны? Давайте посерьезнее почитаем историю Михаила Зощенко «Трусишка Вася». Васин отец был кузнец. Он работал в кузнице. Он там делал подковы, молотки и топорики. И он каждый день ездил в кузницу на своей лошади. У него была ничего себе хорошая такая черная лошадка. Он запряг ее в телегу и ехал. А вечером он возвращался. А сын его, шестилетний парнишка Вася, был любитель немного покататься. Отец, например, приезжает домой, слезает с телеги. А Васютка туда моментально влезает и едет до самого леса. А отец, конечно, ему не позволял этого делать. Лошадка и так уставала, да, за целый день? И лошадь тоже не очень позволяла. И когда Васютка влезал в телегу, лошадь косо на него глядела. Как лошадь делала? И хвостом махала. Дескать, да сойди ты, мальчишка, смотри телеги. Но Вася стегал лошадь прутом. И тогда ей было немного больно. И она тихонько бежала. Вот однажды вечером отец вернулся домой. Вася влез в телегу, стегнул лошадку прутом. и выехал со двора покататься. А у него было сегодня боевое настроение. Ему хотелось подальше прокатиться. И вот он едет через лесок и хлещет своего черного конька, чтобы он пошибче бежал. Вдруг, знаете, как-то, как вот кто-то вдруг, как вот огреет Васю прям по спине. Васютка так подскочил от удивления. Он подумал, что его отец догнал и хлестнул прутом. Зачем, мол, без спроса уехал? Вася оглянулся, видит, никого нету. Тогда он снова стегнул лошадь. Но тут во второй раз кто-то как ахнет его по спине. Вася снова оглянулся. Нет, смотрит, никого нету. Да что за чудеса в решете? Вася думает, ой, ну кто же меня по шее-то бьет, если никого кругом нет. А надо вам сказать, что когда Вася ехал через лес, в колесо попала большая ветка от дерева. Она крепко зацепилась за колесо. И как только колесо обернется, ветка хлопает Васю по спине. А Вася-то этого не видит, потому что уже темно. Да и потом у страха глаза велики. Ничего не понимает. И вдобавок он, конечно, был испуган. Немножко. Он не захотел по сторонам глядеть. Вот ветка ударила Васю в третий раз, и он еще больше испугался. Он думает, ой, может быть, меня лошадь бьет. Может быть, она как-нибудь, да, как-нибудь мордой схватила пруд, и тоже меня, в свою очередь, стягает. Тут он немного даже отодвинулся от лошади. Только он отодвинулся, а ветка хлесть, Вася уже не по спине, а по затылку. Вася бросил вожжи, и как закричит о страха. А лошадь повернула назад, и как пустится со всех ног домой. А колесо как завертелось еще сильнее. А ветка как начнет хлистать Васю еще чаще. Ну, тут, знаете, не только маленький, но и большой может испугаться. Вот лошадь скачет, а Вася лежит в телеге и орет со всей силы. А ветка его лупит по спине, по ногам, по затылку. Вася кричит, ой, мама, ой, папа, меня лошадь бьет. Но тут вдруг лошадь подъехала к дому и остановилась во дворе. А Васютка лежит в телеге и сходить боится. Лежит, знаете, и кушать не хочет. Вот пришел отец, распряг лошадь, и тогда только Васютка сполз с телеги. И тут он вдруг увидел в колесе ветку, которая его била. Вася отцепил ветку от колеса и хотел этой веткой ударить лошадь. Но отец сказал, оставь свою глупую привычку бить лошадей. Она умнее тебя и сама хорошо понимает, что ей надо было делать. Тогда Вася, почесывая спину, пошел домой, лег спать. А ночью ему приснился сон, будто приходит к нему лошадь и говорит. Ну что, трусишка, покатался? Утром Вася проснулся и пошел на речку ловить рыбок. Лучше бы он пошел к лошадке, принес ей сено и извинился. Правильно? Ну вот понимаете, что это значит? Во-первых, мы поговорили про страх. Во-вторых, мы поговорили про наказание. Что тут же, как только совершается плохой поступок, тебе прилетает расплата. Да, наказание не заставляет себя ждать. Бывали у вас такие случаи? Ну что-то вы сделаете? Рассказывай. У меня был случай, когда подружка меня ударила по спине сильно, специально, потому что я случайно ее там задела, чем-то я не помню. И я ей сказала расплатой. Может быть. Меня кто-то сзади толкнул. Так. Я обернулся. Опять же никого не увидел. Так. Потом вижу, что какой-то мальчик лезет ко мне подраться, а его по затылку берет и ударяет мой друг. Я думаю, что твой друг, который, потому что все равно с помощью силы, ну как вы понимаете, ничего не решается. Если твой друг стукнул его по затылку, я думаю, что это пойдет дальше. То есть надо остановить вот это зло по большому счету, правда, а не решать вопрос силы, мне так кажется. Потому что наверняка твоему другу пришла тоже расплата. Я стояла со своей лучшей подругой, объясняла ей сцену в школе. Как мы будем это все делать, какие будут у нас украшения. И подходит маленькая девочка и ударяет меня по спине. Она стоит, стоит вот так вот рядом с моей головой. А у меня хвостик был, я такая поворачиваюсь и прям ей полетут. Вроде бы не специально, а тем не менее там сны. Но знаете, я всегда говорю своим детям. Вот, допустим, вы идете, подскользнулись, падаете в лужу. Ну что же это значит? Вы спрашиваете, да за что? Да кто же в этой ситуации виноват? И как вы думаете, кто? Сам. Сам. Значит, надо подумать, а для чего же мы с вами говорим все время про уроки жизненные. И мы думаем, а для чего же нам дан этот урок? А почему? А что же мы такого, может быть, сделали? Может быть, мы кому-то были невнимательны, да? То есть эти уроки нужно принимать и, конечно, ни в коем случае не давать сдачи. Это уже совершенно другая история, да. У моей мамы был такой случай, когда она пошла на выпускной, она пошла в белом платье, в белом колготках, пошла такая красивая, и ходила на каблуках, поскользнулась и упала прям в грязную лужу. Я надеюсь, она не очень сильно расстроилась. Она расстроилась и пошла домой оттирать колготки, молодец. Ну, вы знаете, мы все-таки говорили с вами про страхи, да, и в этой сказке очень интересно показан этот момент, что если бы мальчишка не был таким трусливым, он бы все-таки понял, он бы обернулся и понял. Но мне кажется, это даже сказка не про страх, а про то, как нельзя было, допустим, обижать лошадь, и за это он сразу почувствовал. Он стягнул лошадь, а ты почувствуй, каково лошадке, да, и тут же веточка его хлестнула обратно. Вот, мои дорогие, ну, как говорится, трусливому зайке и пенек, волк, да, и я хочу, чтобы вы не были такими трусливыми зайками, чтобы вы были достойными, храбрыми людьми и смело смотрели жизни в лицо, потому что, когда ты никого не обижаешь, когда ты правильно идешь по жизни, совершаешь правильные поступки, тебе совершенно нечего бояться. Спасибо, мои дорогие, за ваши добрые, честные, храбрые глаза, и до встречи, конечно, на канале Спас. Субтитры подогнал «Симон»